Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Ответ Генерального консула Республики Западной Армения в Аргентине доктора Гильермо Караманяна на письмо консула Азербайджана Решата Асланова. 33 подтвержденных и дефицированных армянских военнопленных в Азербайджане. Книга «Одиссея армянских врачей, стоматологов и фармацевтов во время геноцида армян». Тайна Нового Ковчега изучается в Константинополь. Знакомимся с Западной Арменией, Малатия. Издана книга с иллюстрацией на французском языке, рукописное наследие Арцаха и Удика. Юбилейная комиссия к столетию Шарля Знавурова. Представляем ответ генерального консула Республики Западной Армения в Аргентине доктора Гильермо Караманяна, опубликованный в разделе «Письма читателей» в известной ежедневной газете в Аргентине для Насен. На письмо консула Азербайджана Решата Асланова, ранее опубликованное в той же газете. 22 января 2022 года посол Азербайджана в Аргентине направил письмо читателям, в котором говорится о полной блокаде, осуществляя его стороной, 12 декабря 2022 года по отношению 120 тысяч коренных армян, которые тысячелетиями проживали на исторической территории и продолжают жить в нашем армянском Арцахе, известном в Аргентине как Нагорный Карабах. Попытки защитить это отвратительное и бесчеловечное обращение потерпели неудачу. Погрузившись в очевидные противоречия, лишенные правдой элементарных исторических правовых искажений, легко заметных как учеными, так и простыми людьми. В конце письма Гильермо Караманян отметил, завершая свое выступление, я требую через посла Азербайджана немедленно прекратить жестокую блокаду, восстановить свободу и права суверенного коренного народа Арцаха, вернуть все оккупированные армянские территории Арцах и Нахачеван, которые также были, есть и будут Армении. Полную статью читайте на нашем сайте. 33 подтвержденных и идентифицированных армянских военнопленных на данный момент находятся в Азербайджане. В беседе с газетой Жоу Лур цифру представляет Асмик Самвелян, пресс-секретарь представителя Армении по международным правовым вопросам Егешеки Ракусяна. Помимо 33 военнопленных, находящихся в центре внимания Красного Креста, по факту подтвержденных 80. К сожалению, около 40 человек убиты или расстрелены. После взятия в плен имеются доказательства, подтверждающие это. Судьба вышеуказанных 80 неизвестна. Возможно, они живы, их могут вывести из правового поля, после чего они будут считаться как без вести пропавшие или погибшие. Азербайджан не подтверждает это. Не возвращает тела погибших, чтобы не признать совершенные преступления, отметила Самвелян. В 2018 году была опубликована книга Карписа Харпуяна «Одиссея армянских врачей, стоматологов и фармацевтов во время геноцида», в которой затронуты бедствия, которым подверглись армянские врачи и медработники. Книга создана на основе многолетних исследований и многочисленных фактов. Во время геноцида против армян 1915 года множество армянских врачей остались верны медицине и продолжали работать по профессии. В первые дни геноцида армянские врачи вместе с родными были арестованы, заключены в тюрьму, депортированы и подвергнуты бесчеловечным пыткам руками турок просто из-за того, что они армяне. Принятые клятву Гиппократа турецкие врачи кровожадно топтали армянских врачей, посвятивши себя родине. Другие турецкие врачи бесчеловечным и чудовищным образом ампутировали армянских девушек. Деяния турецких врачей были раскрыты в ходе турецких военных процессов 1918-1919 годов с участием пяти лидеров партии ИТИХАТ. Помимо павших врачей и фармацевтов, большое количество армянских медработников, потерявших из-за депортации геноцида родных, имущества, дома, предков, чудом спаслись, найдя убежище в разных странах. Ноев Ковчег, описанный в священном писании, искали веками. Предположительно, он находится на горе Арарат. Исследовательская группа, созданная Университетом Агро- и Техническим университетом Константинополя около двух месяцев назад, начала работу на территорию возможного расположения Ноева Ковчега. По специальному разрешению администрации губернатора с исследуемой территорией были собраны около 30 образцов осколков скал и почвы, которые были доставлены в Константинополь для исследования в лаборатории университета. Рабораторные исследования продлятся около месяца, после чего можно будет выяснить, были ли следы Ноева Ковчега. Город Малатия-Западной Армении сыграл значительную роль в жизни нашего народа в экономическом, культурном и административно-политическом плане. Малатия более известна в зарубежных источниках, как Мелитина. Расположена справа от Ефрата, примерно в 10 километрах от реки, на окруженной горами равнине, около 1000 метров над уровнем моря. Историческая Малатия находилась в 7-8 километрах к юго-западу от современной Малатии. Сейчас малонаселенный заброшен и разрушен. Турки назвали его Эски-Шехир. Новая и старая Малатия пострадала после разрушительного землетрясения 1893 года. Развитию Малатии способствовало хорошее географическое положение. Малатия в разные исторические времена почти всегда была административным центром. В древний период, находясь на границе Урарту и Осирии, затем Рима и Персии, далее Византии и Арабского халифата, неоднократно становилась сферой военных столкновений, подвергаясь разрушениям, лишаясь возможности превратиться в крупный город. В конце 15 века Малатия попадает под власть османских турков. Массовые убийства армян Малатии произошли в 1895 году. Армяне оказали героическое сопротивление турецким бандитским войскам, однако вследствие нападения жертвами турецкого этагана стало около 7500 человек, в основном женщины, дети и старики. Армянское население подверглось более массовую истреблению млаготурками во время геноцида против армян в 1915 году. Оставшиеся в живых вынужденно переселились в разные страны. Решением Совета ученых Матандарана издана книга «Исследование на французском языке. Рукописное наследие Арцаха и Утика». Издание финансировано Министерством образования, науки и культуры спорта Республики Армения. Впервые книга была опубликована в 2022 году на английском языке. Книга посвящена истории рукописному наследию двух соседних провинций Армении. В начале тома по проверенным источникам представлена краткая история Арцаха и Утика в древнейших времен до 19 века. Во второй главе представлена история центров письменности Арцаха и Утика. В 13-18 веках рукописные книги, значительная часть которых хранится в Матандаране. Другая часть разбросана в различных музеях и рукописях мира. Третья часть книги посвящена миниатюрному искусству и орнаменту Арцаха, что дает целостное представление о школе миниатюр Арцаха-Утика и сформировавшихся там рукописных традициях. Более 100 научно-популярных материалов иллюстрированных рукописей. Том направлен на популяризацию богатого, но неизвестного многим, письменного наследия средневекового Арцаха и Утика. По случаю празднования столетия национального героя Армении, кавалера Ордена Почетного Легиона Франции, всемирно известного шансонье, общественного деятеля Шарля Азнавура, решением премьера-министра создана юбилейная комиссия, утвержден ее персональный состав. Об этом сообщает сайт yegov.am. Премьер-министр поручил в шестимесячный срок разработать программы юбилейных мероприятий, согласовав смету расхода с Министерства финансов Республики Армения. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok